Всем привет, друзья! С вами Слэм. Так, у нас уже счет 4-3 LLL против Ария 51. Сюрприз от организаторов, они начали играть раньше. Время стояло 15-30, но они почему-то начали раньше, аж на 15 минут. Ну и с этим мы ничего не смогли поделать. Смотрим, и с той ситуацией, в которую попали. 4-3 LLL пока на равнах, где Рут с Америкой, американцы из зоны 51 развлекаются неплохо за атаку, только три раунда у них есть, и сейчас ситуация 4 в 3, они в меньшинстве. Ну а я пока, друзья, вам напомню, точнее, скажу дополнительную информацию, почему-то последний матч группы между Мау Спортс и НИП перенесен на завтрак, хотя изначально он должен был вот сейчас играться параллельно этого матча, видимо, на сцене будет рубиться. Ну и еще сегодня будет одна игра, спустя, наверное, час, игра, одна игра в группе B. Британцы против Анеаксис, Слэм для вас ее прокомментируют, я, наверное, тоже в течение этого матча пропаду. Это будет, на самом деле, очень интересная битва, это два топовых сурс-келлектива в новой игре. Посмотрим, посмотрим. А вот, кстати, британцы FM Toxic обыграли Маус, состав Маус Спортс британский на национальных отборочных на ЕСВЦ, и они выглядят здесь крупной рыбой, на которую стоит обратить внимание в этой новой дисциплине. Так, ну что, тут Хико после Молотова остался едва-едва живой, пытается стрелять с КТ, но перестрелка 1 на 1 с таким преимуществом ПХП, конечно. Для дефенса заканчивается логично. Слушай, неожиданно 5-3 голландцы выигрывают у американцев на Дасте. Что происходит-то вообще? Происходит следующее. Они берут и выигрывают на 2 раунда. Ооо, жесть. Ну я не верю, что они выигрывают этот матч. Сейчас посмотрим. Хотя все может быть, но... Опять же, напоминаю, друзья, что... Ооо, тут Зиг занимают. Вот это интересно. Вообще, обычно Зиг не бегают, но вот почему-то пошли, еще и вдвоем это может... А там все ничего интересного, там никого нет даже из атаки рядом, поэтому забей. Они только из респа втроем выходят сейчас. Не-не-не, респ, респ, там с респа нормально можно Зиг смотреть. Все, вот вышли, да, теперь смотрят Зиг, давай смотреть. Попытка Стефана стреляться, с нижней тэшки нагревают, прострелы минус от Семфиса, выбивают Парыч, один игрок там остался, о нем неизвестно. Видели только одного, но бомба тоже лежит на Парыч, влетает флешки, белый... Мне, конечно, смешно иногда на американцев смотреть, Синк такой с АВП пробивать Парыч, вылетает, даже до угла не дошел, получил по голове. Тут, в общем, все белое на Парапете, ДСК. С нижней тэшки аккуратно играет. Так, отлично, минус мид. Минус мид есть. Да, Зид хорошо. Спартак сейчас попытается замкнуть эту позицию. И... Ну и четвертым шагом для Али-51, по-моему. Прочекал мид, никого не видно, да. Но там есть Крис Джей, который уже, кстати, сейчас готов рваться с просвета и бреет плент, но вот слишком, слишком сильно зажал. Но хэдшот все-таки с второй попытки Дежда поставил. Здесь будет перестрелок с Яма, центр и зажали. Зажали с двух сторон последнего Крис Джея. Не дали пройти на подъем, счет становится 5-4. И Али-51 догоняет сейчас своих оппонентов из ЛЛ. Вообще, я сомневаюсь, что там фул состав голландский. Я вот знаю, что Крис Джей точно. Не, ну Крис Джей мы еще знаем по классической версии Counter-Strike, да. И видели его на чемпионатах. То есть вот тут... Да. Извините, что перебил слэм. Последнее. Вот, пожалуйста, люди, которые там что-то пишут, что там стрим лагает. У меня он даже на Wi-Fi не лагает. Хотя здесь Wi-Fi с одним делением. У меня, честно, ноутбуки. У меня стрим не лагает, вожди. Я не знаю, что там случилось. Тропов нет. Просто беда. Итак-с. Ну что ж, мы пока вернемся в игру. Да, пока слэм хотел прочитать дополнительную информацию. У нас уже раунд ТЛО Ленд Лайн заканчивается очень проблематично. Спартак остается вдвоем со Стефаном. Опять же, два пистолета. В общем-то, благодаря нашему ВХ мы наблюдаем абсолютно за всем, что происходит здесь на карте. Видим, что, ну, в принципе, Спартак с беретами. Это все, что осталось от команды Лоу Ленд Лайн. Счет 5-5. И американцы потихонечку выравнивают игру в этом матче. Ну и попытаются, может быть, 9-6. Может быть, даже 10-5. Но это будет сложно выиграть первую половину. По сути, на сегодня у нас еще будет один матч группы БМ. Мы уже говорили британцы. Ох, спасибо, слэм. Спасибо, слэм. Предупреждай меня заранее. А, да, у тебя вылезла штучка. Просто я должен был клиптикацию поставить. Она там что-то простыкалась. Да, напоминаем, что еще будет аннексис против британцев вместе со слэмом уже вечером. Тут нужно будет просто по делам партии нашей великой киберспортивной сейчас отъехать. Но завтра вместе с утра комментируем всю группу Б для вас и плей-офф, друзья. Полуфиналы, полуфиналы. Послезавтра мы стартуем с матча за третье место и заканчиваем на финале этого чемпионата. Но я думаю, что послезавтра мы уже будем смотреть с вами вообще задействуем по-всякому. Там еще камеры попробуем задействовать, которые будут стоять там на сцене. Будем просматривать обстановку с чемпионата. Сегодня мы познакомились немножечко с игрой. Кто не видел. Сейчас закидали нижнюю точку, пытаются себе это сделать. Тут, кстати, еще одна такая фишка с дымом. Если вы вас задымили, да, и вы там за дым бросаете гранату, она там взрывается, вы можете увидеть типа, который стоит у вас в дыму по селу. Если такой тип есть, так что будьте бдительны. Ну что, здесь занятая точка Б 51-ми и, по-моему... По-моему, Лололом будет сейчас убивать тяжело Б5. Хотя, если есть молотов, то почему бы и нет. Вообще, как видим, тут все во флешках. Так, Т-шка 2 против Семфиса, заходят. Убили. Убили Семфиса, но там идет перекрытие с Дэнса. Сразу, естественно, дальняя дистанция. Хика завершает этот раунд в поле своей команды. И это уже 5-6. Раунд, преимущество, так молотов готовит синг. Такой АВП, молотов, нормально. Давай еще сейчас еще пистолет купил. Да, П-250, я так и знал. Прямо самый любимый пистолет всех игроков с АВП, наверное. Так, ну смотрим мид. Вот мид тоже интересный расклад. Насколько мне известно, в последний раз я играл, мне объяснял Ангел, что простреливать надо верхнюю часть всегда. Вот эту вот верхнюю часть двери. У вас есть шанс всегда попасть по челу здесь. Я не понял, почему там ноги снизу проходят. Друзья, завтра все начнется с 10-30 по Киеву. Получается с 12-30 по Москве. Да, россиянам поприятнее наблюдать за этим чемпионатом. Да, да, да. Утром. А вот вечером, наверное, не очень. Эх, ну я за то, чтобы вечером наоборот. Две игры вечером, супер. Две игры вечером, супер. Можно было бы так и СВЦ на весь год делать. Ну, в любом случае, в воскресенье у нас будет одна игра вечером, это будет финал. И поэтому он должен быть... Нет, там будет две игры, матч за третье место, потом финал. Ну, матч за третье место будет утром, а финал туда попозже. А финал сразу после матча за третье место. Там очень много времени на каждый матч. И буквально на первую половину дня и вторую половину. Ну, чемпионат мира. Это чемпионат мира. Все, здесь не обсуждается. Кстати, по сути, чемпионат идет, знаешь, он даже наперед расписание. Игры идут без остановки. Да, да, да. Единственное, что нравится, что команда сидит за своими местах. И все время играют, 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 играют. И у нас вообще все очень быстро. Чтобы паузы короткие, и все круто. Так, ну что, Дейзит минус Спартакус. Неплохо. Неплохо сбрил. 70 минус. Тоже дал. Минус 2, закрыл фул аркаду Т-шку. Ну, в Т-Краунд сыграла сейчас, скажем так, сборная Голландии, я бы ее назвал. Потому что там не все игроки, на самом деле, с Голландией. Ну, вот из таких типов, вот Крис Джей, это точно стоит ответить. Я думаю, он далеко пойдет в Гоу. Гоу в любом случае сверху берет. Не, ну, Крис Джей, он в 1.6 играл нормально. Но проблема была в том, что рядом с ним 4 в 1. Да, с ним постоянно 4 рака, как бы он делает там минус 3. И парни просто... Парни просто отдают турнир. Потому что Д1 делает что-то. Играет команда, это не все понимают. Так, ну что, здесь полетел у нас Молот на Парыч. И, ну да, как видим, через Парыч атакует, опять же, на Крис Джея. Стефан помог. Вдвоем они в ассисте разыграли против Синга. Неплохо убрали АВП. Вот эти попытки занять Парыч открываются. И Семфису тоже не вывезло здесь. Тут, знаешь, такая атака. Десять один Парыч ломает. Хика один линул. По одному просто пошли. Надо было выходить сразу троем, звеном. А они встали по одному. Стефан еще один фраг дает. Сейчас Крис Джея включится. Нет. В ответку от Дейзи да залетает. Это переслелка с подъемом. Его жарить будут сейчас. Ушел от огня. Нормально все. Жив. Он сейчас закроет здесь мид. Посмотрит, есть ли аркада или нет. Что у нас там делает Хика тем временем. Да, это длина. Это длина от Хика минус. Есть. Яму открыл. Два в три. Тут уже можно попотеть. Какие двойные одиночки. Они сейчас двоем. Они сейчас двоем будут подъем открывать и плент. А здесь один Штефан. Стефан, Штефан. Давай. Ну вот. Стефан как бы здесь сейчас на два фронта может собирать очень упорно. Да, да. Ну вот она Америка, друзья. Надо поджимать как-то вроде, да? На тебе. И он куда-то вообще смотрит вправо. Получает голу. Может быть он просто уже не играл. Да он ждал рекламу. Потому что он думал, что на рекламе кто-то есть. Но однозначно тупанул он на все сто сейчас. 7-6 польза зоны 51. Два раунда до конца первой половины. Ну по сути здесь голландцы могут заработать себе первые три очка. Возможно это случится сейчас. А возможно и американцы еще поборются за второе место в этой группе. Знаешь, Штефан, я бы хотел новую карту ввести на... CSGO. Назвать ее The Russia. Просто я посмотрел, здесь есть все карты. Знаешь, Италия есть там, да? Вот The Dust 2 сделан, как где-то вы там находитесь. В странах Ближнего Востока. В Мексике больше. Там Трейн, Трейн, Германия, если верить трейлеру. А вот Россия, российской карты с балалайками, медведями нет. А я хочу. Представляете, вы выходите на мидл, даете два мола, два. Российская карта это Ice World. Все, поехали дальше. Два мола, да. Не, а как же дураки и дороги? Там все есть. Про дороги не знаю, но первое точно. Ну да. Ice World присутствует. Парыч, Аркада, трое выходят. Парыч, один длинной, если я не ошибаюсь. Да, это Хика, Хика. Та же самая схема атаки, в принципе, здесь у Арии 51. Абсолютно спокойно проходит. На этот раз они заняли А, им нужно только отстрелить блочел, а они это сделали. Ну, он стоял даже спиной еще, спиной к пленту и получил просто... Сейчас еще Хика будет собирать здесь Аркаду на мид. Мрачный факт. Ну вот первый пошел. Ой, не убил, ой, не убил. Надо было подождать. Хотя бы до джампа. Все, пошел зажим. Пришла хелл пада. Лезет минус и последнего запилили. 7-физ плюс Хика. Но Хика упал. Упал, хотя должен был отрезать. 8-6. Ну, Адыш, потихоньку, потихоньку все-таки американская команда показывает, кто здесь папочка. Хотя преимущество, опять же, очень маленькое. Могли и лучше сыграть. Ну да, первый турнир, друзья. Я думаю, что через полгодика меньше, наверное, уже даже. Через полгодика мы не увидим. Да нет, просто... Ария 51 в топе. Да, да, да. Просто, ребят, будет StarLadder. На StarLadder на самом деле начнется вот первая сбежуха. Как бы по CSGO. Мы там будем смотреть, обсуждать, спрашивать, разговаривать. Сезон будет вообще мега офигенным. Лан-финалы будут сверхкрасивыми. Порадуют нас. Ну и вообще ожидается в следующем году очень большое количество чемпионатов по CSGO. И большое количество стримов от нас, соответственно. Ну и призовые также большие. Это очень нас всех радует. Есть небольшой чек в мидле. Видели друг друга соперники. Ну, по оружию тут вообще какой-то смех сейчас, конечно. На все, что могли, то и купили ребята из команды. Ну, он синк взял, зажарил кризис G. Да, это типа по-голландски. Голландская духовка для Крис Джея была. Спалили парня, бедняга. Сейчас на парочи будет. Ну что, тут 70 открывается, спрей без контроля просто сразу. А вот фишка, потому что с дегла можно целиться, а с калаша, вот если ты жмешь, то это уже пропад. Да, да, да. Либо дожимать до конца, это очень сложно немножечко в гоу сделать. Опять вот та вторая же ситуация. Ну, это очень сложно сделать в гоу, если ты в него не играл как-то. А так, в принципе, это вполне нормально, я думаю. Ну, да. Ну, 9-6 половина, что? Тем не менее, слабенько стреляющие американцы легко справляются с голландской командой. Тем не менее, Голландия играла вот на парапете. То есть, вообще, я не понимаю, почему они вот эту точку занимали. Когда весь мир вот сейчас вот сюда бегает, сидит здесь вдвоем, и никто ничего не делает. По открытию сейчас аплент стал просто гораздо. Его легче выбить. Еще, по-моему, не. Не, выбить в том, что вообще пароч отдаётся полностью. То есть, вот здесь, как бы, вот атака, она вот так вот проходит. Она даже здесь, они могут здесь уже бомбу ставить, но ваши двое должны быть вот тут. Как бы, потому что потом только... Потому что так придумали сорсеры. Ладно. Потом там идёт выбивание. Увидим, что будет в ближайшее время. Но пока так, действительно. Опять же, говорю, ну, стал полегче этот аплент. И, по-моему, его вообще просматривается он еще лучше с длины. Очень неплохо просматривается. Парыч вроде такой поширше стал. Хотя нет, наверное, такой же. А чем тебе не нравится играть от Парыча? Там плохо, там закидывает вообще жестоко. Ну, ты смотри, тут Парыч, он же... Покажи нам граната. Теперь все через верх, да, пролетает? Он же не так сконструирован, да. Во-первых, смотри, Парыч, как бы, да. Ты выходишь сюда, да? Ты выходишь сюда, и тебя оттуда видно. То есть у тебя вот отсюда шансов попасть по голове в пять раз больше, чем оттуда сюда попасть по голове. Ну, это такое дело на стрельной точке, да. Ну, потом смотри, чувак на миде, если есть, да, чувак на миде, он всегда может зайти сюда, просто запрыгнуть и отстрелить. Там, да. Ну, это невыгодно. Реально, а флешить это дело вот об эту штучку вообще изи. Через верх пролетает флешка. Вот, нет, не через эту стену, качать, а другую. Развернись назад, назад. Вот, 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 лево, тыщ. Вот, что, с восьми, допустим, там, Парыч. Да, вот так вот Парыч дать как хаешку. Флешку там можно? Я думаю, я думаю, нет. Да, это было бы глупо. Ой-ой-ой. Ладно, все, давай, смотри, здесь первая пистолетка, и у нас уже есть контакт по центру. Идет Парыч Аркады, сейчас два падают. Стефан упал, Стефан упал. Здесь идет, ой-ой-ой, там сейчас что в парапете-то будет. Ой-ой-ой, нажарочка. Ой-ой-ой, нажарка пошла, флеш падает, уходит, уходит четыре крепленных игрока. Вот двух закрепили вообще плотно, они пытаются здесь отследоваться. Ой-ой-ой, сейчас два в четыре будет в Парыче, перестрелка. От Парыча занимают также сейчас американцы, их тут двое. И пошло дело, Дейзит ставит, размен дается, перестрелка продолжается от Спартакуса с Берегами. Тем временем Сэмфис в Т-шке успел дать минус, и большинство есть. Моменталочка, Парыч на отход. Ситуация для Арии. Выходят мид игроки, атаки. Там их ждет Сэмфис на Б, но Сэмфис там уже не будет. Полиция, я думаю, Сэмфис просто ждет здесь контакта какого-то. Крис Жи убивает Игорь. Крис, здесь Берет, да, там две Береты, кстати, вот эта вот... Ну смотри, да, Спартакус пошел на Б, если сейчас он убивает... Ой-ой-ой, все, два в два, и здесь у Атаки тупик. Ну, теперь точно тупик. Да, все, по Тупе, и Спартакуса просто запилил. Я не понимаю, что там придумали себе голландцы. У них каждый пистолетный раунд две Береты, два Глока и вот этот 13-патронный мега-пистолет тоже. Один из странных ребят. Ну а почему бы не придумать? Ладно, поехали дальше, 10-6. Американцы сейчас, конечно, молодцы, что взяли пистолетку. Теперь им гораздо проще. И, по сути, теперь можно легко, наверное, выигрывать второй даст, зарабатывать себе очки. Американцы, смотри, нормально одного оставляют. Занимали длину вначале все равно. Ну, здесь против Пэка, вот против Байа они, наверное, пойдут два. Так вот, здесь фаст Бэм. Но тут без церемонии ЛЛ действует. Просто пошли и Шторм Зефрон сделали. Так, не напрягаясь, план Т-шки всех, Т-шки всех. Легко вообще, too easy. Too easy. И такой с Дейзет у нас, с Бизончиком. Так, что делать атака? Смотрим. Не рискнут, не купят шотганы. Не знаю. Будь здоров. Даже прокашлялся. Ну, в общем, ладно. Давайте посмотрим, чем все это закончится. Глоки. Есть две флешки у Криджей. Он единственный, кто будет раскидывать. И, ну, ребята под эфу стоят пока что. Перемещаются в центр. Смотрит Парыч. Какая-то такая тусовка у них. Да, да, да. Ну, они тут вторых локов просто ждут. Потому что бомбы не было. Ну, я говорю за атаку, что атака тусуется в центре. Три Парыч уже. Криджей прокидывает флешки в Парыч. Парыч выходит на Дейзета. Давайте за Дейзетом смотреть, как он сейчас будет. Там сейчас у Синга будет веселуха. Дейзет-то ладно. К нему выходит четверо. Минус один. Два в распаун упала, по-моему. Минус два от Дейзета. Ой, Криджейн. Он беспощадный дал. Минус три от Дейзета. И гранатка пошла в последнего. Но последний там на парочек где-то глубоко. Герах. Найс пишет. Сэнкию. Сэнкию. Там чувак сам не понял, как он убил. Я убил. Я убил. ОМГ. Опс. Вот. Герах первого отцепил на стяжечке. Ну, и вот сейчас его убивают. С двух сторон. Куда ж ты, куда ж. Вот на девайсе прям было написано, будто возьми меня. Тебя никто не убьет, пока ты к нему идешь. Могу еще пожить, подергаться. Где же вот это, а? Что ж так не старается товарищ из Голландии? Непонятно. 12-6. Где же это развлечение, которое когда-то было в 1-6? Поприкалываться. Надо это вернуть парням. Да, им сейчас не доприкалываться. Им сейчас нужно сыграть и СВЦ хотя бы с одной победой. Хоть как-то порадовать себя и своих друзей. Не знаю, ой, сейчас будет хороший, сосиски на длине. Там уничтожают просто Лоуэнд Лайонса. Просто все пробежались по огню. Ну, вот так вот поэтому на длину не ходят обычно. А если ходят, то строго при спауну и подпрокидку площадь, которая летит через текстуру вверх. Просто потеря двоих игроков вначале на обычные вещи. Для CSGO обычные вещи. В виде молотова. Ну, все, тут уже на Титанике игрок атаки есть один. Как бы идет такая спокойная, прикольная штучка. А тебя дверь учили закрывать? Итак, 5 в 3. Ну, вот что, голландцы постараются сейчас разыграть. Вот мне интересно, что этот парень нам покажут на центре. Да, вряд ли, что покажут. Не, просто если он выйдет нормально, чекнет... О-о-о-ой, такую. Да, бледного словил, что надо сейчас на миде. Будут чекать Семфиса или нет? Я думаю, что будут, но вообще обычно делается в начале раунда. Не дать занимать Т-шку и упор Т-шке. Да, там можно и получить молотова в нос. Да, ну вот в итоге его зачетили, но поздно. Семфис минус 2 даст, нет. Разменяли. Хорошо сыграл Спартакус, но не ожидал от тупого увидеть. Вез Икея КТ резко закрывает центр. Это 13-6. Ну, что ж. У меня вообще без шансов. Американцы, друзья, я думаю, в одну колетку здесь выиграют. Встречу. ЛЛЛ, конечно, должны стараться хотеть. Вообще, бонус, друзья, CSGO, я считаю, в том, что у нас будет абсолютно новая сцена. Рано или поздно 1.6 комьюнити придет, и мы будем видеть с вами составы. Возможно, даже русско-европейские. Вряд ли. Ну, вряд ли, да, но это возможно. Не, например, вот состав Virtus.pro сейчас будет просто самый безумный. Я вам говорю, если у парней не будет там геморроя с получением вис на какой-то чемпионат, а просто вот им будут давать готовиться, а потом играть, то мы будем там сидеть и болеть за ВП. Как бы постоянно. Потому что там состав крепкий. Там Кучер, там Ангел, там Фокс, Досе, там Адрен. Адрен вообще с пингом 140 не прощает в интернете. Как бы... Вон, состав ВП меня радует. Я бы хотел, конечно, вот жаль. Конечно, такая история с Naive вообще приключилась, и до сих пор продолжается, и неизвестно, чем она закончится. Но печально, печально без парней. Было бы тоже приятно за ними наблюдать. Но завтра в игру вступают поляки. Да. И мы смотрим, болеем за ESC, друзья. Поляки будут ураганом давить. Ну, если говорить откровенно, то поляки претендуют на топ-3. Скорее, они больше, наверное, на третье место претендуют. Но мы верим в то, что команда последние две недели готовилась, и в то, что они займут первое место. Ну, они плотно подготовлены. Мне, насколько известно, у них вот нюк. Точно. Вот нюк просто... Я тебе говорю, они нюк научат. Они всех в 1.6 нюк научили играть, а они нас здесь всех научат в гоу нюк играть. Я уверен, эти парни что-то там уже приготовили. Понимаешь, у них та же пятерка сохранилась. У них не было составов, там, как у шведов, там, у кого-то еще смены. Они оставили свою пятерку и просто вошли в другую игру. И очень приятно вот за таким экспериментом пронаблюдать их смены... Я бы сказал, было смены дисциплины, потому что вроде бы КС тот же, но... Но не тот же. Но не тот же. Вроде бы КС тот же, но не тот же. Слушай, динамик, ну зачем он тебе нужен? Тебе так удобней? Да, да, мне так удобно. Ну, я так хотя бы смотрю, то есть... Где, что, как. Ладно. Так, ну что, сейчас дым полетит на центр. Да, что делает у нас сейчас, по сути, команда из Голландии? Двое центра под флэш выходят. А, ложится один дым КТ, все, здесь только собирать надо сейчас. Сфлитбэ пытаются сделать. ДСК зафлэшили. Получается, сплитбэ, кстати, здесь 1-7 фис остается в точке, пытаются пересстреливаться с Т-шкой. Там в Т-шке вообще какой-то беспредел. Как вообще можно этим американцам проигрывать? Ну как, как? КС гоу. Пацаны делают сплит. Выходит на центр двое. Не, выходит один. Потом выходит второй. Каким-то чудом они убивают там парня. Опачки, минус. Начинает движение Т-шка. Т-шка, идем. Идет один по Т-шке, второй просто смотрит стенку. Один перестреливается с типом на платформе, они перестреливаются, перестреливаются. Но все-таки этот победил просто игрок за теров, который был из Lowland Lions. А так? Бред какой-то. Это называется Brainstorm просто. Где Team Play, где поляки? Верните их мне. Ну, поляки, да. По уровню Team Play, а эти парни ой-й-й-й-й. На покупали себе Go2, ты думаешь, что шпилить смогут. Да, ну, посмотрим на вас через полгодика. Всех вас. Не, посмотрим, когда... Вообще, не посмотрим на вас через полгодика. Я уверен, что о них и вторых мы про них забыли. Разве что Крис Джей еще. Где-то где-то засветится. Я думаю, вот из-за развитой сурс сцены во Франции, я думаю, будет очень много французских команд. Крепки. Там есть Millenium команды, которые реально... Я имею в виду вот этих вот и этих. И Арии. Ну, правда, американцы, может быть, там у себя что-то поборятся. Может быть. А что у Рэмбо за команда, кстати? Не знаю, но мы об этом узнаем обязательно. Он там не читал новости. Я надеюсь, что он забил. Да не, нормально. Рэмбо, олдскул. Какое это уже... Нет, олдскул это ладно. Олдскул это Форест. Уже, да. Какой Форест? А Рэмбо это уже, знаешь, это уже... Форест молодой. Как старость будет по-английски? Ну, то я знаю. Ну, вот, короче, говоришь это слово и в конце скул. Представляешь, и все хорошо. А там сейчас в балконе кто-то сдохнет, да? Ой, не сдох. Ой, прошел. Ой, Стефан тоже с айвиком занял. Ой, все. Сейчас будет насос у Америки полный. Потому что они же без инфы играют, как я понял. Да, они не знают, что такое тимспик. И там... Сделал минус дай инфу, для них не написано. Ну что, кик 1-2. И, в принципе, нет, тяжелая ситуация. Хотя там вроде АВП в Респейсе. Ну да, два на ауш. Не поймает. Пытается... Ух ты, какой. Сам стимул дым себе. Ой, 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 минус дал. Не ждали с Парыча. А бомба-то, бомба-то! Вот Стефан и справился на самом-то деле. Он сам дал дым в Парыч. Сам дал благодаря этому дыму выйти Типу. Сам в этом дыму не видел Типа, хотя целился в Парыч СВП. Из-за него, короче, убили Типа на Пленте, который ставил бомбу. В общем, сам напорол, но сам и справился. За что боролся, в то и упоролся. Итак, ну, надо отыгрывать голландцам раунды. Хоть как-то. Наверное, попробовать можно с длиной что-то. Да, они с длиной что-то пробуют. Ой, вот туда должна влететь. Была флешка отрезающая. Нет, Спартакус один вышел. Просто на чек боится испугать проблосы хае. Все, АВП выходит на длину. Будет через АВП играть. В дымах АВП никого. Вот кого-то попытался продымить. Там прострелить дым. Не получилось. Поджим. А тут Синг, Синг. Все, Синг услышал АВП. Все, все, пошел. Сразу прошив просто щепки. Она из пистолета тоже простреливается. Вы задеваете соперника. Но здесь, как факт, не попали особо сильно. И что? Удержание Б. Удержание Б на трех игроков. Ого. Два. Не, ну это более... Дев, если верить тому, что мне рассказывали, что я видел. Я не знаю. Так что все окей. Я не верю, что-то в LoL and Lions. Как бы они сейчас не старались. Не, ну они стараются. Это уже правильно. Конечно. Последняя игра на чемпионате мира. Единственная. На единственном чемпионате мира, на который мы попали, парни. Слушай, Тафан, на следующий... Слушай, поехали на DreamHack? Я квоту пробью, поедем. Выиграем тысяч 10 баксов. Чтобы все было окей. Ну что, здесь выход пары. Чьи до контакта уже играть будут. Я думаю, без проблем там разберутся. А уже разобрались со всей движухой. Так, пошел, пошел врывчик. Да, под молотом. Оп, нажарочка прилетела сразу. Просто интересен один калаш. Там все-таки он есть. И может он сейчас зажжет. Нет. Калаш идет на длину. Будет сам тут выбивать. Родного пропустил яму, не видел. Прочекал угол. Пока чекал угол, получил спину. В общем, потеряли мы калаш. Диамидуария 51. Ну и сейчас они все умрут. Штефан с длины отлично настреливает с ВП. Дейзд на плейенте с деглом. Штефан пробил ему голову. Отличный минус А, Крис Джей. Крис Джей тут еще дотопил. Ну, 9-14. Ла-Ла отыгрывает одна. Подожди, сейчас, кстати, на самом-то деле, такой ключевой раунд. Если Лоу Лайн Лайонс берут его, то это 10. Дальше Эка, может быть, 11. 14-11. А там, в принципе, можно попробовать побороться. Но все равно не верится. Не верится. Сейчас увидим. Если будут тимплейсы как-то подсоберутся, то да. И не такие уж страшные американцы. Не знаю. Ну, вон Маус Спорт. Вот что, летели там вообще просто не то, что летели, а, не знаю, там уже надкусывали как бы американцам и просто собрались и сделали 15-15. Хотя у них там были все шансы, там в одном раунде просто пролетели. Не приняли нормально А и все. А их дефолтные раунды сейчас, кейсерские, 1-6. Два дыма на КТ, короче. Сплит Бэм, посмотрим. Первый проходит, а тэшка там, наверное, поздно будет выходить, как я понял. Ну, вот уже тэшка одна вышла, а ВП... Все, минус вся тэшка лежит. Нет, в тэшке есть игрок. Защита там еще бомба как-то, да? Ну, я имею в виду, что атака лежит. А тэшке не отдастся. Вот он сейчас здесь все сделает. Да, еще и за столба отстоял. Слушай, внимательно играет. Красава, красава, красава. Молодец, он здесь умирает. Просто на морозе приходит игрок ЛЛЛ и пушит. Ну, он прошел ему, он прошел ему, говорит, да пошел ты, молодец. Три в три. Ну, тэшку не удалось отрезать. Ну, он наконец-то, ну, не знаю, позицию поменял. Есть, минус. Хорошо, большинстве Арии 51. Крис Джей сравнит количество игроков. Хика выходит из тэшки. Тут за спиной АВП. Да, выкинет это АВП. Вот он правильно слушает меня, берет коллаж. Лучка от Крис Джей. И там все должны быть белые. Крис сбывается. Хика убивает. Ой-ой-ой. Ну, тут можно диффузить ворота. Смотри, братюня. Дейзет не смотрит ворота. План диффузится. Атака заходит. Игрок атаки нет. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Дейзет сыграл. Ну, он... Успеваем, нет? Да. Бомбу, кстати, поставили. Вообще тупо. Нет, не успел. Успел. Не успел. Не успел. Видишь, она, когда звук этот издает. Это все. Дефьюзил ты, нет. У тебя дефьюз сбрасывается все равно. Вообще не успел на самом-то деле какую-то сотую секунду. Но все-таки ЛЛЛ берут раунд. При этом взрывом бомбы. И что по деньгам? Есть еще деньги. У Ари 51. Есть два Фамоса. Кольта. ВП. Ну, как бы после этого раунда деньги закончатся уж точно сейчас уже. Просто сделали много минусов, закупились, как-то рискнули. Ну, и давайте посмотрим в центре Дейзет. Вообще у американской команды сейчас такой интересный раунд. Два длина, 3Б. После этого Дейзет возвращается. Да, два длина всегда там. Два длина это вообще самое начало. Нельзя давать длину, выходить никогда. Да я говорю вообще за... Да хоть и отдать ее. Я уверен, тут будет и все что угодно. Я говорю, что 3Б, а вот это в любом случае это слишком много для Б. Ну, там мид очень опасный. Он же открытый. То есть если они пойдут в Зиг, то надо убивать. Понятно, что надо убивать. То есть ты там Б одному тебе тоже будет тяжело. Если там один Б, а один... Чё, тебе одну флешку на мид, а там 3Б, а что они будут зиг держать белые? Ну и чё, вот пойдут они... Пусть они лучше пойдут на А, и вы потом нормально выбьете. Чем не возьмут, снесут там все в миде, зайдут на Б, поставят бомбу, потому что Б ты потом хрен выбьешь. Не знаю. Ну, хотя бы, ну, пространство есть более-менее открытое, где можно подстреливать. Здесь и так все отлично. Здесь в Na'Vi со своими тактиками здесь будет нормально отрабатывать. Один из Евспарыча его там будет хватать с головой. Минус хика, длина, и открываются ЛЛЛ. Тут еще есть АВП от Стефана. Сейчас они аккуратно разыграют, наверное, через него. Давай смотреть. Тут Дейзет очень близко, спиной под флэш вырывается на длину. Ой-ой-ой. Минус плант, минус 2, как хорошо. Крис-Жей дает фраг, но уже поздно. Крис-Жей зажив, ТСК, минус 2 с Б, ЛП, убил. Герак минус. Лол, Дейзет один остается. Все, там есть инфа подлиннее, что там Дейзет. Но Дейзет уже дал минус 2, на него тут... Вот лезут на рожон, сейчас зря, зря, зря голландцы лезут. На тебе, молотов. На тебе в печку голландскую. Ой-ой-ой, пытаются, смотри, пытаются пацана забить, а молотов за спиной. Ах, открылся и голова от Крис-Жей, минус 3, МВП Крис-Жей. 14-11, друзья, Лол, догоняет арея 51. Красавчик, конечно. Крис-Жей, сейчас эко, сейчас уже 12. Не, ну немножко глупая ситуация. Все-таки, наверное, стоило посмотреть Дейзет за спиной. Молотов, на самом деле, как оказалось, далеко, глубоко в яму улетел. Он мог не бояться, мог делать стрейфы за спину, но он сам про это не знал. И приходилось ему с открытой головой бегать и перестреливаться. Реально могут дать эйс. Вот, видишь, тут опять они задумали. Да у них денег нет, у них эко. Да я понимаю, что денег нет, они все равно на укрепление хотят сыграть. Это правильно. Вообще, в CSGO на эко укрепление это вообще самое офигенное, что можно. То есть оно не такое, как в 1-6. Что такое укрепление? Ну, крепить точку, там, сесть в четвером или в пятером, да? То есть, ну, как бы-то тут же ныщек побольше, как бы поприкольней прятаться. Да, глаза разбегаются. Да, глаза разбегаются. Первую недельку, точно, наверное. В 1-6, там, в черной модельке, тык-тык-тык, а тут вот, тут надо уже внимательность проявлять. Ну, просто много мелочей, деталей на карте, к которым ты не привык просто еще. Ну да. И твои действия не доведены до автоматизма. Не, ну это хоть с Е-карты, они более-менее нормальные. Четкий Спартакус, минус Семпис, есть контакт. Все, длина пошла, это 14-12, слушай, голландцы. Ну, вы молодцы просто, тащите и дальше. Ну, американцы сейчас сами себя похоронят, если не выиграют эту игру. Так у них был шанс пройти полуфинал, а если проигрывают, то вообще, все печально. Да, все очень печально. Ну, у них там упорная борьба была за квоту, вот, США, поэтому... Ну, там уже не важно, да, мы выиграли в США, все. Ну да, но там просто еще у нофинга команда будет, понимаешь, то есть там сейчас весь этот топ ворвется и будет нормальная жара. Можно будет приглашать америкосов просто щепилить на лифт. Я не знаю, я бы хотел, чтобы вернулся Фрод какой-нибудь. А Фрод и так вернулся. Вот хорошо. Фрод, Фрод никуда не... Потому что там, если там Варден вернулся, то я думаю, Фрод... Если Рэмбо писал, что вернется. Да, то я думаю, там никто не останется, не тронутся. Все вернутся, и это будет камбэк. Ну, по крайней мере, попробует. Ладно, пошли ключевые раунды, друзья. Ну что, пора бы уже, по-моему, американцам показать все, что у них есть. Вот как раз поставили ОП на длину, и этого хватило. Есть минус Стефана, плюс один. Хороший начал для Ария 51. Ну и теперь по позициям. Давайте быстренько пробежимся. Опять один РСП, два Б, два длина, парыч. Пуст. Бомба у Крис-Джея. Вот, наконец-то, она показывается на... Гоу-ТВ. На Гоу-ТВ. Ее видно. Вот она. С капитальным. Так, ну что, два мид проходят пока, что Крис-Джея, плюс Спартакус. Вот интересно тут. Дропнули бомбу. Кстати. И под флеш на мидл выход с бомбой. Вот это зря, наверное. Крис-Джея, окно. Даст минус? Не даст. Слепые. Все. Пипец. Тут еще есть АВП просто с просвета. И с КТ, чувак, один. Молотов на мидле. Дейзет жарит Спартак. Спартакуса. Это жесть. Там должен был убивать этот балкон. В итоге не убил. Там еще Семфис есть. Вот Семфис жесткий, типа. Но там Тэшка не выходит. Тэшка уходит. Да, все, Тэшка сваливает. Все, у них один раунд сплитбеут, короче, который они натренировали. И сейчас они опять его не сделали. Тэшка не дошла. Центр уже вышел. Причем вышел довольно спорно. Вышел первый Крис-Джея из бомбы. И второй игрок. Там третий не успел добежать. Короче. Ну, они идут на длину. Пятнадцать, двенадцать, двенадцать. А, матчпойнт. Все тут. Ну, хоть есть. Ладушки, а ладушки, не ложись на краю. Постоит у нас тут Жентос. Меня ждет. Жентос ждет Лавандос. На самом деле Таффу сейчас вывезут в лес на Хонде Цивик. Не, у меня сейчас этот. Поедем за декорациями. Да. Для новой формы. Новая форма. Для танковой студии. Таффа будет сидеть в костюме Вилфреда. Это я тебе предлагал. Сфоткай, сфоткай Элайджа Вуда. Я тебе предлагал. Райан, вернись. А, длина. Что там на длине? Очень быстрый выход. Такой, просто 5 длина, по-моему, идет сейчас. Ну, да. Типа они... Похоже. И, смотрите, готовы к этому. Ари, 51 дает минус, размен. Тут еще, смотри, еще один Молотов полетел. Дыму упали. Все, здесь можно делать камбэк. Это такой вот. Арест посидеть на респе. По качеству. Кирпич. В контрстрайке такой, знаешь, знак кирпича. Молотов, на, все. Никто не пройдет. Так, ну что, смотри-ка. Еще есть Молотов на мидл. Зачем? Что он делает? Ого, у меня такой зум, посмотри. Как это получилось? Не знаю, я всегда давно наблюдаю, что это зумом у тебя. Это... Круть? Это круть. Кино какое-то просто. Да, 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 так и должно быть. Такой стоит, смотрите. Слушай, ну этот... Все, перестань. У нас ситуация 4 в 3 на самом-то деле. Да, и центр зачекали. Парыч одного не видели, но дальнего видели. В итоге Парыч должен готово принимать. Да, туда бежит Дейзет. Дейзет знает о втором. Он помогает хика, и они вдвоем запирают. Все. АВП последнее. Ну это точно 16-12. Победа Ария 51. Я сейчас покажу вам буквально сразу же после этого матча табличку. И поймем, что же все-таки... Кто же рулит в нашей группе? Итак, друзья, Ария 51. Уже почти 7 очков. Вот почти это случилось. Но еще не до конца. Ну, команда из Голландии, Lowland Lions, к сожалению, для себя так и не держала победы на этом чемпионате. Ну да. 16-12. Ну вот теперь сразу давайте посмотрим на турнировую таблицу. Покажу вам, что происходит на чемпионате мира в Париже. В дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Буквально первый такой крупный турнир в этой дисциплине. И НИПы, Мау Спортс, лидеры группы, сыграют, как я понимаю, завтра на сцене. Ну как лидеры. Ари 51 по 7 очков имеется в Мау Спортс. Просто не считал разницу раундов еще. Кто же из них круче. Ну, в общем, если НИПы завтра или играют в ничью, или побеждают, они могут занять вообще первое место, если выиграют. Если сыграют в ничью, то точно второе. Может быть и так оно точно второе. Может нет смысла играть даже этот матч. Но, в общем, не важно. FM Sports, а Nexus Slam проведет этот матч вместе с вами, если не ошибаюсь, после паузы в один час. Потому что сейчас идут пересадки команд на игровое поле. Ну а НИП и Мау Спортс, походу, завтра либо первым матчем будут играть. Да, да, да. Первым матчем в 10.30 по Киеву, друзья. 12.30 по Москве, НИП и Мау Спортс доиграют свой матч. Это будет, походу, игра на сцене. Просто в это время аннексис ESC. Да, параллельно будет аннексис ESC. И, наверное, мы завтра уже будем смотреть аннексис ESC. Потому что, ну, во-первых, поляки. Да, это единственное, наверное, за кого мы можем здесь поболеть. Потому что все мы знаем этих парней. Плюс это игроки из 1.6. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы игроки из 1.6 нагнули этих всех недосурсеров. Смотри, у нас в ESC будет игра с FM. У ESC будет игра с VeryGames. У ESC будет игра с TeamFaculty. Я вообще не знаю, что из себя сейчас немцы представляют. Короче, faculty днища. VeryGames. Ультра-хардкор. Я веду к тому, что, может быть, и стоит посмотреть не Мау Спортс, игру двух лучших команд группы А. Ну, вообще, я думаю, что мы ее не посмотрим. Вот все-таки мы ждали-ждали эту игру сегодня весь день. И потом и завтра ее не прокомментируем. То есть это как-то печально довольно, знаешь. Ну, зато у нас завтра стал день ESC, аннексис. Вот я хочу на аннексис. Это сурс-состав. Для него играет MSL, PIMP, Nile, Kadjump. Да, слабый аннексис, я говорю. Да, никакие они. Это ЦК РС, вот этот Kadjump, я помню. Сумасшедшие? Нормально они в сурсе играли как бы. Хорошо. Итак, друзья, пока, по ходу, будет пауза. По времени давайте сверим часы, посмотрим, на сколько поставил нам матч HLTV. Да, HLTV. Вообще, там матч ставят не HLTV, но Марк, наверное, бегает туда-сюда. Никсон, да, по-любому смотрит. 17.00 по Киеву, друзья. 19.00 по Москве. FM Toxic против аннексис, друзья. Один час, одна минута, и я вернусь к вам, наверное, где-то минут через 15. И мы с вами проведем экскурс по CSGO, а потом посмотрим эту встречу. Подожди, я сразу напишу анонс тогда. Раз уж на то прошло тебе, а ты уже там дальше справишься. Итак, FM Toxic. Да, ну что ж такое? Toxic против аннексис. Это будет все реально через час. Ну, я думаю, час хватит на посадку. Вообще, турнир идет сверх расписания. Мы даже раньше на 3 минуты закончили эту игру. То есть здесь действительно все четко. Иногда матчи стартуют даже раньше, как мы это поняли уже, со SLAM по расписанию. Все, далеко не убегайте. Последний матч с вами проведет SLAM. Завтра утром с 10.00, напомню, 30.00 по Киеву, с 12.00, 30.00 по Москве. Мы вместе уже начинаем комментировать все матчи группы B. Очень интересные они будут. И вечером завтра будет один из полуфиналов, так как они идут параллельно. Так что далеко не убегайте. Через час SLAM к вам вернется. Нет, даже раньше вернется. Да, я вернусь пораньше. Ну, а я уже увижусь с вами и услышусь завтра с утра. Ну, а для вас позитивная песня.